всем доброго времени суток уважаемая а также подписчики и гости моего канала и сегодня будет у меня интересный обзор иду я к другу диме вот диме на парад стоит сейчас мы с димой будем распаковывать нашу новую лодочку и будем снимать про все это обзор у дима уже свет горит мы с ним договорились должен уже ждать здорово димон как дела другом мы с димой уже заранее лодку привезли и сейчас будем делать вскрытие как говорится у врачей вскрытие покажет полно всего да сейчас мы не будем говорить что это за лодка мы в процессе скажем еще даже не распаковывали только вот у нас бывают такие моменты приезжаем на рыбалку а там мыши да там мыши лодку съели вот это мне нравится смотри сразу приятный момент вот дима да две ручки ну вот это вот тема нравится всегда мы когда таскали лодки других разных фирм а вот и надпись ну-ка давай уже спалились давай и зрителям покажем аляска алласка наверное алласка мы с димой уже не одну лодку распаковали в этом гараже не ну вот кстати вот такие вот чехлы скажу из практики они самые удобные виде конверта как их называют да ну конверт такой модернизированный если взять у других лодок он сделан вот без этих вот треугольничков без таких без краев да сколько мы наблюдали уголь стрима а тут ну это мы посмотрим как практика показывает почему-то но давай сразу же вскрывать посмотрим что он и себя представляет вот обычно вот эти вот стяжки да они металлические да на многих фирмах идут сколько я видел а здесь они пластиковые стягиваются вот такими вот даже не болтами а саморезами обычно лента и насквозь болты с гайкой и часто они были на рыбалке как бы разъезжаются здесь может слетать отклеиваться потом их прямо на рыбалке приходилось но расслаблять снимать подтягивать даже подклеивать и опять то есть есть такие проблемы а здесь вот прямо пластиковая и на саморезах вот ну да только практика покажет как долго он будет жить вроде стандартный клипса есть вот кстати обратил внимание что не просто клипса как на всех но у насосов а есть в этом клипсе вот такие вот сделано отверстия до для шланга да чтобы его так раз и зафиксировать когда складываешь а ну вот то что вот эти сейчас сами шланги такие пластиковые то сейчас на многих насосах вот такая делается фигня они правило ломаются и ломаются вот в этих вот местах где обычно ну сам затягиваешь клапану у нас уже сколько их по переломалась потом уже едем покупаем такой уже с металлической внутри как пружиной обтянутой более качественная так она я как понял еще что-то как-то запаковано да еще один пакет еще один пакет у по еще нашли трофей какой-то сидушки баллон сборка а т.к. ну вот мы видим здесь написаны характеристики василий васильевич а т.к. люди расписались 9 на 3 17 года все приложили лодочка прошла т.к. это ремкомплект дадим это уже потрошишь не потрошу и у меня так образно сказал да это чисто символически ты не подумай интересного такой расцветки черно-красный да черно-красный мне сказали да уже даже есть круглые латочки и квадратники и кругленькие чтобы только даже вот какая-то внутри но это под клапан наверно да это сразу же под клапан кого не встречается ну здесь по выхашка по моему зря я конечно не взял характер ну этот документ и и паспорт посмотреть какой-то в шины пвх но я думаю уважаемый у нас простите и кому интересно те посмотрят на официальном сайте сибривера все подобные характеристики не меньше 900 да я тоже помню смотрел не меньше 900 как правило делают потому что мы тащили лодка не такая уж и тяжелая да вот я скажу теперь одну историю кстати драку клею еще ни разу не видел такой тубы с таким клеем какая-то бутылка не раздутая да это как ну вот раздувают завона завода полторашка но нету раздувается полторашка заготовку заготовка я у него это вот тема такая и любят туристов такие заготовки любят потому что это соль то перену да 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 я понял сначала понять не могу смотрю были как от полторашки крышка от стандартной бутылки а как бы это так ну давай тогда сидушки сразу же посмотрим а вот руководство по эксплуатации о ты смотри-ка есть все-таки есть а вот и есть характеристики ты-ка смотри фирма все предусмотрела длина 4 метра 600 сантиметров до 4 метра 600 ширина больше метр 300 диаметр баллона 420 минута стандартно по моему всех килограмм грузоподъемность 650 максимальный мотор можно тридцатку на нее повешен нифига себе думая будет 30 ракета отсеков да это 30 конечно будет ракета пришло фиксаторы вот тут все написано внимание крышки клапанов должен быть надежно закрыты но я думаю мы подобно не будем изучать воздухом давление 0 3 ну у тебя так на насосе на этом выставляется внутри атмосфера я посмотрю какой плотность плотность дать мне вот уже интересно может дальше до нужно перелеснуть будем смотреть на сайте да но тем не менее какой-то минимальный документ есть просто отдельно давление до продавление и я немного много писали как что надо делать но мы парни опытные мы наверное не будем уже подробно читать мы будем все резать ножом димона там дальше разберемся до водок это еще один такой мешок классный вводим это в хозяйстве смотрю сколько мешков тебе да мы сколько лодок где мы видели первый раз видим что так качественно упаковывалась давай и сейчас вынесем а потом это все свернем чтобы убрать поднимем отдак она вообще такая легенькая да сейчас мы это все соберем это по ходу весла у нас сидушками вот такой вот уважаемые чехол чтобы можно было всем посмотреть вот так вот он выглядит на скажу очень качественный до плотно вот надо обратить внимание сколько мы видели на флагманах да мы смотрели у тебя и гольфстрим тоже да такой как правило пару рыбалок и прошита вот видишь уже продолжена на двойной да 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 кстати вот мне чехлы андрей шьет вот он долго после этих его женщин когда качественно шьют под заказ у них да тоже везде вот это все подложено и простегано вот так вот квадратиками чтобы не вырывала из самой этой брезентухи вот тут надо поставить сразу же огромный плюс и приятное ощущение дадим это лавки да а я понять не могу я думаю тоже простеганные сначала так ну давай распаковываю весла наверно сначала сразу же по порядку заценим тоже отдельный чехол подвесла очень толстый качественный алюминиевая купа что-то неожиданно так прям под самую эту как коротко обычно как-то она же короткая до желудка узкая узкая она не коротко узкая поэтому и весло короткая вот так хотел сказать вот так дашь чтобы ты наверно типа как на флагмане у тебя на 2 были хочу сказать что как на флагман вот если все помнят дима это обладатель лодки флагман игла так что ему есть чем сравнить тоже можно также двигать ее по этим по вылету что ты сам за коленки себе не цепляет это не ломается этого не было таких моментов нет нет да я почему-то мне вот не очень нравится вот такие как трука какие дырки от а у меня на гольфстриме тоже нет у меня она гольфстриме же там прямо на про нее у меня не то сломалось мне пальцем носа на поле сломался я вспомнил палец он у андрюхи витальон недавно сломал взял у меня гольфстрим погонять сломали палец да и все игре под ним весло не ну нет мы давай достали мужчина весим в лодку сядем туда как бы поплывем да поплывем там попробуем симитировать зрителям что мы тут исполняем потом скажет учетом ребята курили да что мы с димой сейчас можем выпить и исполнить дадим он в принципе да вот это кстати мне вот не очень нравится да не вот почему-то как привык избалованные гольфстримами что там алюминиевые сидуши я бы не сказал что тяжелая да я вот обычно видео деревянные ложки ловите сидушки как на саларах делают нам пипец она тяжелая или на других лодках они тяжелые там тут смотри покрыто чем-то так мне это влагостойка фонара влагостойка дадим этот как лип гриб до подлиг ревзиона или как он правильно называться лептрос да будем не поправил к креслу дима можно сюда твоему модному в нем еще черчилль наверно сидел нет целая история ты его андрюхи у коллекционера отжимал нет его купил это порт смотрю на помойку тащит это щаси да да он вообще-то себе хоть и ударил на пузырь ему да андрюха перешил мне они шили андрюхи перетяну да вообще нормал бы как она вся новенькая ты смотри такая красная будешь учиться плохо куплю тебе красную волгу да как в анекдоте ух ты вот этого я вообще не ожидал смотри под перегородки подложили даже чтобы ничего не перегнулась вот это плюс упаковано действительно видео там вначале сразу же была такая бумажка такая расписана кто упаковывал чувствуется уровень да ага надпись сразу же ты уже знаешь сколько к тебе качать 0 2 да о вот это тоже офигенный плюс еще ни разу так на лодках не видел они какие-то как прыг такие интересные до клапана мы таких еще не видели да я тоже включена такая не шибко большая не шибко маленькая точно с двумя ел аляска бот и снова звучная и но я думаю сейчас мы когда накачаем у нас будет много дискуссий по этому поводу потому что такой лодки сколько осмотрел в интернете подобного класса мы не видели дима мне еще два года назад говорю про такую лодку кабот как она кабот сатурн да но она была с этим с ордеком да а здесь она получается тоннельная скорее всего у него на дно накачиваться вот это нравится на носу хобби и потянул да давай обратимся к марксу пока не сформали на прочитаю пока мы не творили делов накачивание каждая лодка у меня этот почему про дно тоже у меня он байдарка есть вольный ветер и и тут и и надо накачивать да она дно придает на форму форму уже до борта если борта начинаешь накачивать у нее вставные баллоны они туда вот так вылазит она так как углы остановится и первое время него понять у меня не было инструкции это купил это с рук ну давай читать отвлекся я пока сделаю перерыв так начинаем качать электронасосом сейчас подберем насадочки вот дима колдует с насадками да у димы тут настроена просто уже было все по-друге под его лодочки лучше скажи когда мы поедем катер обкатывать с новым модным эхолотом с твоим я не могу никак добраться что-то мелочи то делать его но надо уже спускать там вода час хорошая так 0 2 2 до вот я уставляю давление да вот у нас есть очень хорошие у меня уже наверное года так 4 быстро моментально поехал на берег начался сейчас у нас с андрюхой тоже подобный такой главное во всем этом возить с собой гелевый аккумулятор когда она пропиливается в машине с него не выливается кислота у меня было в свое время в делике аккумулятор перевернулся блин вот водочка впервые получает свои формы ну вот лодка принимает свои очертания и мы с димой уже качаем у этой лодочки дно вот три баллона на дне клапана находятся внутри лодки да разделена на такими ребрами жесткости интересными как вы думаете продумано сюда проклеена очень аккуратно да отриброванным клапана смещены переборки чтобы не цеплять их тут ничем ничего не делать вот сюда вот сдвинул лавочка ну да да они под рукой да ногами не затопшутся подумали что ну сейчас мы накачаем и будем про это размышлять люди думают когда люди любят когда люди что-то размышляет все да так ну давай сначала что-нибудь расскажем наши впечатления такой лодки с такими подобными характеристиками я еще не видел как я понимаю лодочка класса экспедиционная сделана и задача этой лодки как можно больше перевозить килограмм на одну лошадиную силу мотора я ознакомился на ю тубе как на youtube канале с фирмой сибривер и тест этих лодок я смотрел что даже на самых таких смешных моторах а она поднимает очень много как бы килограмм груза выходит на глиссирование и легко идет но допустим от иглы димана чувствуется намного все-таки по уже до а игла у тебя 420 было до до ну удочка интересно перевернем давай перевернем посмотрим там может быть что-то подпереть с той стороны весло наверно поставь как раз под самый шкаф и обоприм да вот так вот ну вот самое уникальное в этой лодке да ну вот самое уникальное в этой лодке это конечно ее дно а самое важное это конечно ее тоннель под водомет то есть эта лодочка конкретно затачивалась у нас под водометик и тоннель у нас выполнен вот таким образом вот здесь мы видим заклеены чтобы вода не попадала между баллонов до для лучшего глиссирования сами баллоны они у нас усилены наклеены вот такими наклейки мы очень толстыми резиновыми до самого носа видите они прям до сюда идут и сделаны прям с нахлёстом под самую ручку вот вот чтобы посмотреть качество швов по моему очень даже неплохо дима до склеены да не отлично склеена вот даже дима тоже в своей жизни видео в лодок у него сейчас есть и катер рыболовный вот именно по качеству склейки мне кажется очень классно сделано тоже повидал много лодок но качество склеена да склеена хорошо но это конечно время покажет эксплуатации вот все до конца все эти концы заклеены такими круглыми усилены удейся мы сразу же видим я видел что они вот на эти лодки как абакан сюда можно открутить и поставить типа как спутер цепь до интерцепь спойлер интерцепторы того авиации отклоняем носок тоже перед крыльями так закрыл называют эти закрылки на простонародье так как называют правильно не гидролыжа да нет это не гидролыжа ну чтобы для лучшего глиссирования чтобы она выходила здесь ты выведи его поставишь чтобы у тебя на водомете ну максимально поднять выше и чтобы здесь была вода чтобы он это прохватом не было на повороте да здесь еще можно сделать типа как спойлер если он потребуется но я кстати на на своем гольф стриме так и не сделаю так и хожу безо всяких этих там спойлеров крыльев там интерцепторы что-то прикручено а мы это полностью тоннель прикрученный да это же понятно что там твердо слышь фанеры в нее как-то стянуто что ли уголку них наверно даже они можно откручивать и ставить это видео сюда этот они спойлеры эти ставят такие но самое что мне понравилось у компании сибривер это у них можно приобрести покажи дима вот такой вот транец уже готовый видите с логотипом сибири вир перенеры переверните пожалуйста здесь вот он видите регулируем и и можно выставлять мотор не мучаясь прямо на воде подгонять зависимости от нагрузки и от ходовых характеристик это можно регулировать и поднимать в этом тоннеле мотор выше ниже и цена его 4800 по моему у нас хабаровске наращивают трансы на моторах это по моему уже что-то тысяч под 8 под 7 да не думают тут уже думать не надо тут уже все как бы опачки интересно я думал здесь сверла сверлить ранее до голову уже есть отверстие да и самое что интересно это отверстие уже по траниц готовые и внутри они уже пропитаны вот этим покрытием чтобы не набирала дерево в воду и как бы не разбуха у них не утранец уже все отверстия изнутри они уже все залиты и пропитаны то есть задача на данный момент минимально его прикрутить да 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 остальное все на воде дорегулировать мотор накидываем на воде подняли охваты есть мучу и собрались дима сегодня что думаю мы что будем это вывешивать будем там вымерять регулировать сверлить эти отверстия а тут уже все готово я вообще ну вот смотри есть вот внимание да нет что можно что нельзя ты смотри бы и вот сибривер . ру люди все указывают что можно делать что нельзя даже для мотора показано что человеку нужно на руку вешать браслет что-то выпадает из лодки то мотор сам глохнет смотри даже датчика указано прочитайте инструкцию спас жилеты так зашли мы с димой на официальной сайта и бривера посмотреть про эту лодочку и вот характеристиках мы нашли плотность материала плотность материала у нас получается 1000 грамм на метр квадратный вот достаточно неплохой результат как бы сказать ну видно ее цена 53 800 на сегодняшний день я считаю для простого народа очень как бы вкусная цена для такой в лодке наше время вот вот ломаем и с димоном голову как мы тут будем прикреплять транс в принципе ничего хитрого нету но некоторые вещи нас вводят в заблуждение мы сейчас посмотрели видео на официальном сайте сити бривера и транс там дим по моему был не на таких не на таких да он плотную был прикручен сейчас пробовали открутили как эти швеллера или как называется алюминиевый швеллер мы пробовали но получилось так что по дыркам у нас не совпадает прикрутить можно но он уже не будет регулироваться вверх или вниз мы поняли что что-то мы делаем не то но по логике вещей мы понимаем что компания делала эти трансы для своих лодок и как-то они должны прикручиваться до инструкции нету но мы в принципе никогда не имели дело чтобы такой большой разнос был между трансом и водометом когда водомет мешаться на таком расстоянии для нас это чуть-чуть как бы непривычно незнакома с димой ну да решили только то что из-за дамы да нам потому что показалось просто мотор у меня сейчас в андрюхе в гараже после всех ремонтов там еще ногу варили тут надо брать мотор навешивать и смотреть то есть мы почему-то думаем что улитка тоннеля будет вернее интейк от тоннеля будет слишком далеко и могут быть прохваты на вот это нас мутило ввело в заблуждение с димона вся вот этого движуха ну мы пока навешиваем как это навешивается как она есть вся эта конструкция да на воду будем смотреть хотя по логике вещи подумать если будет в прикюрку то сама вот это вот улитка она будет задевать вот эти баллончики мне так кажется из-за этого и транец как год на таком расстоянии делается специально чтобы улитка не задевала на видео то мы смотрели да на видео как-то так да тут уже понять не могу ну что по прямой и разворачивать моему голову с димоном с этим трансом как же нам быть ну пока поставим так думаю на воде мы зрителям это все расскажем как правильно это все устанавливаться как достигается оптимальные результаты но если так сильно отнесено у нас как бы от транса этот регулируемый транец для водомета для этого мне конечно кажется может быть потребуется спойлер дадим да я тоже думаю что суда придется какой-то ставить головчик у меня по моему даже что-то есть похоже ну да опять же пока мотор не навесит здесь ну как раз да подходит да 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 самая туда не было прохвата только его перевернуть надо наоборот не сана вот так вот примерно так будет поставить уже как раз пятка интейка зайдет под него и как бы мы продлим то вы ну да продлим там моя мысль то что да из этого не и делали вот этот ранец отнесен он потому что это сделать близко то он будет вот за вот баллоны цепляться за внутренние вот за эти вот да сам вот эта улитка ну да на узкая баллона и сина нет мотора видишь на руках нет мотора трудно гадать да и нет смысла уже на выставим для все готово крутил прикрутила взять с собой инструмент это уже на воде там будем мухлевать смотреть что к чему и и еще тогда момент переноска уже да с этим трансом да уже брать уже за ручки уже плоховато да уже неудобно да да можно конечно взяться но удобство теряется до половину руки в половину руки уже ручки вот сюда просятся до ручки просится уже с торца баллонов да вот нашли мы все-таки косяк нашли косяк нашли косяк то все-таки да там ребята конечно думали но если мы теперь после этого видео еще над чем подумать да не ну мы пока еще не уверены своих предположениях вдруг мы тут еще мастерящим не так да может мы еще тут что-то пока не додумывая все пока ставим так да пока оставим так как бы сказать обтяжка будет уже будет уже под мотором ну да на мотором gps как она лучше едет да возьмем gps все это проверим на разных регулировках настройках видео посмотрели 18 это гацу прикручена того него ну да мы сейчас только начинала транс ну-ка дим заведи там же сейчас он просто в режим ожидания ушел да это видео вот сначала поставь вот она видно прямо как на лодке транс болтается видите как безо всяких этих швеллеров висит стран со мной в принципе определились да у них под тридцатую под тридцатую шудзуку установлены через швеллеры да через отделяющие поскольку на улитка большая и трется 18 это хас у них прикрученная без швеллера напрямую суда но по родным дыркам она не попадает и регулировки никакого транса нету да там сейчас у них на видео на официальном сайте посмотрели как у них трансы эти прикручены маленько раскубатурили эту тематику вот ну я думаю мы с дима сейчас запланировали поговорили и сделали такой вывод что завтра мы с димоном наверно с утра возьмем мотор и выедем на речку и это все попробуем дать попробуем повешаем и посмотрим как он уже висит ну вот в целом что еще раз вам показываю уважаемые лодочку вот такая вот лодочка вот красавица видео наше с димой подходит к концу ну и хотелось бы дим подытожить может быть мы не так подробно все рассмотрели обо всем сказали на думаю про эту лодку мы еще будем снимать цикл передач будем говорить как она будет себя вести при да под разными моторами и на винте и на водомете будем уже более подробно в каких-то нюансах всплывающих рассказывать ну а теперь дим расскажи как-то первое впечатление не очень положительно минутку понравилось всеми своими на проклеена очень хорошо задние больное место для многих логдок где пластинка это не плотно прогресса прилегает да это лента здесь собирается вода или камни вот как на пели в гастримах было здесь у них на матрас приклеена этот волнистый и вот здесь вот собирается камни протирая спускал у меня он была первая лодка при стрим мастер у меня матрас пускал снизу приходилось отдавать мастерскую не разбирали все это дело проклеивали меня литранец потому что он снизу здесь сделано очень качественно ну и вообще в целом как бы по швам по проклейке у меня тоже в принципе никаких вопросов нет не очень даже понравилось даже видно вот как сделан траниц да обычно вот это вот стандартная как бы сказать наклейка да ну как приспособа в которую траниц вставляется да как она правильно называться я не знаю она просто приклеена к баллону а здесь мы видим она еще слоем пвх обклеена и обклеена и обтянута так смотрите даже какая рифлионность видно что вот прям прям вообще идеально еще сверху лента это все отклеена все усиленно как бы по проклейке и пошла мне нравится видно что даже швы они даже как-то блестят видите прямо так вот вот даже показываете они там вклеены или даже вваривались у меня такое подозрение есть на мертво практически ну и толщина пвх у нас 1000 это достаточно неплохой результат чувствуется качественно как бы так сделано все ну это пока средний я скажу мне вот эти как как будто хардеки они конечно не накачиваются как асфальт но они мне все равно не приличают они все-таки внутри как бы сказать стоят и как бы то ни было не вибрирует будет водомет разогнать очень сложно подборит песок попадать будет там тереться вот этот ордек весь ну то думаю если мы так относим транс от этого нам надо будет все-таки наверно смотреть вот этот спойлер типа спойлера что-то будет подгонять смотреть вот ну в первое впечатление все-таки положительное положительное да ничего не скажешь цена лодки сколько мы на официальном сайте смотрели 54 8 или 56 да ну что-то такое да однозначно за эти деньги качественный продукт для россии сделан неплохой все продумано металлические шильдики наклеечки по технике безопасности вот такие вот вот да цена вкусная и я бы сказал по качеству тоже пока выглядит уверенно и внушает доверие однозначно да что покажет эксплуатация я даже заинтересовался попробовать ну конечно цель этой лодки приобретения это было то чтобы слабенький водомет четырехтактный который мало потребляет бензинчику вез очень далеко и проходимая лодка с тоннелем и подниматься как бы будет удобно в этом плане да ну вот именно для рыбалки я считаю конечно удочка будет не очень такой удобной особенно для сплавной именно для сплавной рыбалки но это тоже надо попробовать как она будет себя вести на сплаве как с нее удобно будет кидать спиннингом это конечно мы все тоже опробуем и посмотрим вот ну на этом заканчиваем наше видео уважаемые всем до свидания до новых встреч кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с друзьями до свидания до новых встреч